Здравствуйте! Вы смотрите, проще говоря, на телеканале Арктик ТВ. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления Росгвардии по Мурманской области Сергей Георгиевич Филиппов. Здравствуйте! Добрый день! У нас сегодня праздничный повод. Не так просто мы с вами встречаемся. Какое торжество у вас намечается? Что будем праздновать? У нас в этом году два юбилея больших таких знаков для войск национальной гвардии. 27 марта исполняется 210 лет войскам правопорядка и 5 апреля исполняется 5 лет со дня создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Это наш повод, это ваши встречи. Ну вот смотрите, для многих Росгвардия, ну вот допустим для девушек таких как я, я понимаю, что это какие-то мужчины в форме, а чем они занимаются, какие у них задачи стоят, не все, допустим, понимают. Вот можете рассказать, какую задачу Росгвардия выполняет в Мурманской области? Чем занимается? Ну я думаю, многие, конечно, понимают, чем мы занимаемся, потому что на больших различных массах мероприятиях нас видят, узнают уже, 5 лет прошло и мы узнаваемы. Основные задачи, которые у нас возложены, это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории города, области, при проведении массовых мероприятий, ну и других различных общественных, спортивных и в том числе международных. Также наше управление занимается, значит, обеспечением учета оружия и боеприпасов гражданского населения и у частных охранных предприятий, есть организации государственного контроля, ну и самое многочисленное подразделение у нас это вневидностная охрана, которая занимается охраной объектов, квартир, гаражей. Ну и специфика нашего подразделения, это специальные подразделения ОМОН и СОБР, которые занимаются уже более такими специфическими задачами. Ну вот ОМОН, СОБР, это такие достаточно элитные подразделения, наверняка многие ребята, мальчишки смотрят на вас и хотят куда-то попасть в одно из таких элитных подразделений. Что нужно, какими качествами обладать? Наверняка нужна какая-то физическая крепкая форма. Как начать подготовку, допустим, мальчика для того, чтобы у него был какой-то шанс попасть в такие войска? Ну действительно, вы правильно сказали, изначально нужно готовить своих детей, мальчиков к этой службе. А служба в специальных подразделениях, она требует более повышенных физических данных, умственных данных, психологической устойчивости. Естественно, это, в принципе, закладывается уже в семье с ребенком. Это любовь к спорту, любовь, опять же, к знаниям получать, хорошо учиться в школе. Ну и, как правило, это одно из условий обязательных. Это молодому человеку нужно отслужить службу по призыву. Где он получит по окончании службы характеристику, мы на это тоже смотрим. Но это еще не все, потому что мы будем проводить все равно свой отбор. Повторный, опять же, прохождение медицинских комиссий, сдача зачетов различных, особенно на физическую подготовку, решение психологических тестов. А вообще много ребят, именно с нашей вузой, мне кажется, заполярные ребята, не так вот блещут, может, здоровьем, как в средней полосе. В общем, много таких ребят, которые способны пойти на службу? Или сейчас их меньше стало, или там желающих меньше, или наоборот, больше сейчас популярность? Вот как вы оцениваете вообще? Постоянно обращаются молодые люди к нам, но не все просто отбор проходят. И, как правило, все хотят сразу попасть в спецподразделение, но мы предлагаем им сначала послужить, допустим, в неведомственной охране, на рядах групп задержания, проявить себя в какой-то степени. Но это у нас такой небольшой критерий отбора. Послужи здесь, пойми, нужна ли тебе вообще служба, служба быть сотрудником правопорядка, потому что это откладывает большую ответственность на свою, в том числе, и повседневную жизнедеятельность. Потому что нельзя быть на службе добросовестным исполнителем, да, соблюдителем закона дома, там, как-то нарушать его. Поэтому это большая ответственность. И во время приема на службу они проходят сначала сажировку, рекомендуемую психологами, затем, опять же, будут сдавать зачет. И уже послужив в подразделениях неведомственной охраны, а, как говорят, на земле, тогда уже командиры спецподразделения уже будут свой отбор проводить и присматриваться. Поэтому, конечно, это требует определенной целеустремленности еще с детства понимания. Вот вы сказали про неведомственную охрану. Они большую роль играют вообще в нашей ежедневной жизни, они нас спасают. И вот, правда, расскажите, может быть, какие-то случаи, чем занимается вообще неведомственная охрана? И, может быть, какие-то такие случаи, вот последние, самые интересные, какие-то, может быть, задержания, которые вот нашумели на слуху у всех, вот чтобы понимать, да. Да, ну, я повторюсь, у нас неведомственная охрана занимается охраной различных объектов, различной формы собственности, в том числе и частных, это квартиры, гаражи различные. По городу патрулируют автомобильные патрули, группы задержания, которые поддерживают связь с центром управления, и туда поступают все эти сигналы тревоги. Вот много магазинов у нас под охраной, точки тревоги там находятся. Ну, из самых последних, я думаю, многие мурманчане слышали, это когда недавно один из граждан нашего города приехал, заправился на одной из заправок топливом автомобильным на 2,5 тысячи рублей, и продавцу отдал так называемую купюру банка приколов. Продавец ориентировался, нажал кнопку тревоги, и подъехавший наш наряд задержал, скажем так, мошенника. А мужчина что вообще говорил, зачем он это намеренно был, или может быть, у ребенка там взял где-то валялись купюры, и нечаянно расплатился, или как? Намеренно просто взрослый мужчина расплатился. Ну, сейчас этим вопросом мы его передали в следственные органы, там этим вопросом уже занимается следственный комитет. Поэтому, ну, естественно, наверное, пытается отшутиться, или как-то, ну, случайно не бывает. То есть вы не верите в случайности? Ну, там же ни одной купюры рассчитывалось, мы же все деньги-то считаем, когда подаем, это же было бы по карточке, это понятно. Вот это, ну как? А вообще, часто вот так сигналы тревоги поступают дежурным или нет? Вот в течение дня, там, допустим, по городу, от чего это зависит? Может быть, сезонно как-то, или по выходным вообще? Вот есть какая-то такая статистика? Ну, конечно, статистика такая имеется. Вот, и мы для себя ее ведем, самые такие горячие для нас дни, это праздничные, выходные дни, вот, когда люди, граждане наши отдыхают в кафе или еще где-то, и это повышает, скажем так, степень тревоги. Ну, а взять продуктов в различные магазины, то, ну, сигналы практически каждый день приходят с сообщениями о краже продуктов. Ну, вот, вы говорите, кража продуктов в магазинах, у нас такое население бедное, или зачастую это происходит из какого-то баловства? Вот я знаю, что молодежь какая-то, у них есть такой прикол прийти, что-то мелочь какую-то своровать, ну, это для них как игра, как квест какой-то, смогу ли я украть незаметно или нет? И вообще, ловите ли таких ребят, что родители, может, посоветуете для профилактики? Ну, категории действительно разные, граждан. Это, в том числе, могут быть пожилые мужчины, женщины, в том числе, или и подростки. Вот, и как-то однозначно давать оценку, конечно, не очень правильно, наверное, будет с моей стороны. Вот, и, ну, действительно, это больше, как кажется, слои населения, которые мало обеспечены к этому условно. Ну, и молодежь, по приколу-то, как выражаешь их сленгом. Вот. Ну, с молодежью, как правило, проводятся профилактические беседы, там же правонарушение на все зависит от стоимости покупки и, опять же, волеизъявления самого хозяина магазина или там директора. Хотят они привлечь по полной, так сказать, к ответственности. Ну, это решает все, опять же, следственные органы, куда мы их передаем нарушителей этих. Вы говорите про молодежь, мне кажется, тоже надо воспитанием заниматься, потому что, допустим, многие семьи растут, допустим, дети без отцов, и им не хватает какой-то такой мужской руки, может быть, какого-то примера. Насколько я знаю, ваши сотрудники Росгвардии проводят какие-то уроки мужества в классах, и вот на что они нацелены, насколько нравятся-то ребятам, насколько это востребовано ли они там сидят и думают, ну, когда же уже это все закончится вообще. Да, действительно, мы проводим большую военно-патриотическую работу. В прошлый год, конечно, было значительное снижение из определенных ограничений, все о них знать, повторять не будем. Но сейчас вот оно, как говорится, соскучились люди, и нас везде зовут во все школы, кадетские классы, кадетские школы, в том числе, есть у нас подшифтный детдом, кабусон так называемый, у нас ОМОН курирует его. И вот начиная где-то уже с февраля, где более-менее послабления пошли уже, нас начали приглашать. Ну, естественно, приходят наши сотрудники и рассказывают, как и о нашей деятельности. Так мы проводим уроки по предотвращению различных террористических актов, как это можно выявить, каких-то других нарушений. Актуальная сейчас проблема – это подростковое так называемое гуляние во время несанкционированных акций протестов. Мы разъясняем, как это должно правильно быть и какие протесты санкционированы, какие не санкционированы, в чем разница. И объясняем ту ответственность, которую могут понести сами подростки и их родители, чтобы они понимали, что то, что они делают, это ответственность на всю семью ляжет. И это разъясняем простым языком, как бы не с целью запугать, потому что, знаете, сила действия может все равно быть силой противодействия. Только наоборот могут назло делать, тем более подростки, переходный возраст. Сергей Георгиевич, ну вот сейчас уже наступила весна, многие задумываются об отпуске. Наверняка будем уезжать надолго, как всегда, по три месяца, оставлять свои квартиры без надзора, без присмотра. Но я так понимаю, что можно все-таки свое имущество доверить вашим бойцам. Вот как это сделать, куда обратиться? Да, как я уже сказал, у нас этим занимается подразделение неведомственной охраны. Она расположена во всех крупных городах нашей области. Заключаются договора, граждане прибывают в отделы неведомственной охраны по месту дислокации. И заключают договора на охрану, выбирают различные условия охраны. Либо это тревожные кнопки, либо там есть смс-оповещение. Большой спектр услуг и, как говорится, на любой кошелек, как говорится. И все, и мы берем это под охрану. То есть это доступно любому человеку, в принципе, бояться этого не стоит? Да, доступно как и не только квартиру, но и, опять же, в гаражах тоже у многих имуществ хранится. Гаражи часто сейчас скрывают или нет? Или сейчас уже не хранят столько ценных вещей в гаражах вообще? Есть мода на гаражи? Конечно, есть мода на гаражи. То есть и воруют также, да? Ну, в последнее время я не слышал такого. Ну, вот я и говорю, мне кажется, уже гаражи как-то не котируются. Да почему? Многие же там хранят свои вещи, которые в квартире не жены. Да и автомобили сами по себе. То есть и многие выходят в плавание. Моряки? Да, конечно, много там видов по городу машин брошенных, очевидно. Это их, ну, кто-то же в гаражах оставляет. То есть все равно востребовано. Есть возможность сдать под охрану, ты спокойно занимаешься своей работой в море. Поэтому вот у нас за 2020 год под охраной было почти полторы тысячи объектов и плюс всего около 4 тысяч квартир за область. Сергей Георгиевич, насколько я понимаю, что вы уже подвели итоги за 2020 год. И интересно, вот сыграл ли коронавирус именно в совершении преступления? Потому что вот мы разговаривали с руководителем МЧС, он говорил, что коронавирус немного стабилизировал вообще ситуацию, допустим, по пожарам. А вот как в вашем подразделении? Действительно, это тоже мы замечаем, это так. То есть статистика правооранрушений, преступлений, она действительно значительно снизилась. Это объясняется тем, что пятийные заведения многие были. Сначала вообще у нас все закрыто, потом ограничены по времени. И это действительно большой плюс, как оказывается. Вы с улыбкой говорите об этом. Ну, потому что, естественно, мы свою задачу-то выполняем, но хоть, чтобы граждане, то и свое ощущение было, что они живут в спокойном городе, где могут в любое время суток погулять, тем более скоро полярный день. Вот много гостей. Никому же не хочется попасть в неприятную ситуацию из-за чьих-то пьяных выходок, прежде всего. Вот, поэтому, да, это наложило отпечаток, и сейчас уже, когда у нас действительно ограничения начинают сниматься, она и статистика начинает увеличиваться. Но, подводя итоги прошедшего года, несмотря на ограничения у нас, и подразделение специального назначения Почи выполнило много задач за тот год, были задержаны около 40 преступников. Какие-то были преступники из федерального розыска, может быть, это какие-то вот такие, или это редко? Это редко, но такие случаи ежегодно происходят. По два-три человека, именно находящиеся в федеральном розыске, тоже задерживаются. При простой проверке документов или по ориентировке совместно с органами управления Министерства внутренних дел. Изъимаются боеприпасы, оружие находится при проведении специальных операций. Нарушители порядка хранения оружия тоже подвигаются административным различным наказаниям, в том числе изъятию оружия, как оно получается с нарушением храниться. А это вот занимается Центром лицензирования, правильно я понимаю? Вот тоже расскажите мне о этом Центре. Именно оружием, учетом оружия, его выдачей, изъятием занимается Центром лицензионной разрешительной работы нашего управления. Я так понимаю, что и на госуслугах можно, да, воспользоваться услугами? Да, это одна из организаций Росгвардии, которая оказывает государственные услуги. Это очень важная задача, потому что она поручена президентом Российской Федерации. И туда обращаются граждане как лично прием, так и там стоят специальные устройства, где можно, ну в том числе через мобильные средства связи, через госуслуги, обращаться по интересующим вопросам. В целом, прошлый год для нашего управления тоже был успешным. И могу не без гордости сказать, что мы в пятый год становимся лучшим подразделением управления, лучшим управлением Росгвардии в северо-западном округе. Это достижение вот именно за пять лет такое, или это ежегодно как подводится? Ежегодно, пятый раз. Ежегодно, пятый раз? Это очень почетно. Да, ну и конечно, если брать начало формирования Росгвардии в 2016 году, когда она была сформирована, вот и наше управление уже было чуть позже сформировано, 30 сентября был издан приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии, которым было утверждено положение о нашем территориальном органе. Мы от этого дня тоже ведем свое образование именно по Мурманской области. Там, конечно, был небольшой период, но тем не менее, нам и в 2016 году мы отмечены были лучшие процессы становления и 2017, и 2018, и до этого года. Это большой успех. Мы считаем, что это все-таки пятый год. Ну, коллег наверняка хотите поздравить с праздником, что-то, наверное, пожелать их семьям в преддверии праздника. Да, спасибо за такую возможность, конечно, я поздравляю наших военнослужащих, сотрудников, гражданских персонал, работников с наступающим праздником, Днем войск правопорядка и пятилетним дня создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Прежде всего, хотел бы пожелать здоровья, успешного выполнения поставленных задач, чтобы они все заканчивались без потерь, с хорошими результатами. Ну, а родным и близким пожелать терпения и мирного неба над головой. Присоединяюсь. Поздравления. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. Продолжайте держать на таком же уровне, чтобы мы вами гордились и жили безопасно, чтобы действительно было небо мирное над головой. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели «Проще говоря» на телеканале Арктик ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!